Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского подотдела, Западно-Сибирского отдела, Императорского русского географического общества из фондов областного историка Краеведческого музея города Семи. Сегодня вашему вниманию представляет девятый выпуск записок за 1915 год. В этот сборник вошли такие работы. Обручев к вопросу о происхождении песчаных заносов в городе Семипалатинске и борьба с ними. Автор статьи Владимир Афанасьевич Обручев относится к плеяде тех замечательных и выдающихся ученых, которые сделали крупный вклад в науку. Оставленное им богатое научное и литературное наследство входит Золотой фонд российской геологической и географической науки и еще долгое время будет служить источником наших знаний об исследованных им территориях Сибири и Центральной Азии. Обручев проводил исследования по выявлению заносов песка в городе Семипалатинске и условий борьбы с ним. Этим вопросом занимался в свое время и Михаэлис, но Обручев был не вполне согласен с выводами Михаэлиса и решил провести свое исследование и пришел к выводу, что этот песок из Киргизских степей. Обручев пишет, что борьба с заносами песка в городе не безнадежна, если вести ее систематически и планомерно. Следующая статья физика и доктора технических наук Бориса Петровича Вейнберга о магнитных определениях в Акмолинской и Семипалатинской областях. По проекту магнитной съемки России, выработанной магнитной комиссией при Императорской академии наук, вся Российская империя была покрыта сетью пунктов по определению магнитных элементов с расстоянием в 20 верст, то есть один пункт на 400 квадратных верст. В доказательство приведены данные, относящиеся к Акмолинской и Семипалатинской областям. К статье прилагается таблица маршрута магнитных экспедиций и карта магнитных определений. Третья статья «Ботаника Семенова Виктора Федоровича. Ботанические заметки при проезде по Павлодарскому уезду Семипалатинской области в конце мая 1913 года к материалам по флоре Киргизского края». Автор статьи предлагает ботанические заметки, состоящие главным образом из списков собранных растений, которые были сделаны попутно при проезде из Павлодара до Баянаула, дальше к горам Ирментау. Эти сведения вносят свой вклад в изучение флоры Киргизского края и в частности Семипалатинской области. Четвертая статья Герасимова Бориса Григорьевича «Барометрические определения высот в Семипалатинской области Ускаменогорского уезда в 1882 году». Автор пишет, что разбирая архив покойного Михаэлиса Евгения Петровича, он нашел в нем рукопись начальника Катон-Карагайского военного отряда Лазарева «О барометрических определениях высот в Ускаменогорском уезде и астрономические наблюдения». Принимая во внимание несомненный интерес наблюдений Лазарева, распорядительный комитет Семипалатинского географического подотдела постановил напечатать рукопись Лазарева в этом девятом выпуске записок подотдела. В этом небольшом сборнике представлены статьи ученых и исследователей, которые несомненно внесли свой вклад в изучение Казахстана. Продолжение следует...